Секундочку Идет загружка Спасибо, что уделили внимание Ну, слава Христу Я вас вижу уже, все У нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Уже сейчас записывается? Уже записываем, все Вы не против? Да я-то не против, в сущности Хотя я никогда не записывался в таких масштабах Вы-то человек привычный, наверное А я могу путаться немножко Да нет, нет Значит, вы не против Если против, у нас беседы не будет У нас правила определенные Мы говорим о хорошем, Василий Еще же нам поспал Значит, вы не против? Взаимно хотелось бы поговорить Хорошо, вы не против Скажите, что вы не против Что записываем А я не против Все, я слушаю вас, пожалуйста Я не против Я здесь Слушал ваши Сообщения Я уже как бы С вами больше знаком, чем вы со мной знакомы Ну да Потому как я Пристально уделяю Уделяю внимание Вашему служению Последнее время Вы как, Игнатий Тихонович Хотите в таком формате Чтобы как Вопрос-ответ Вопрос-ответ Или просто можно поговорить с вами Как? А о чем говорить, если вопросов нету? Лично вас о биографии Вы сказали, где были Меня это не интересует Конкретно Что вам нужно узнать Для спасения души? Я готов ответить Если это по моим силам будет А просто так рассказывать Рассказывать биографию свою Где был, жил Зачем время терять Мне это никакой пользы не дает Я понимаю Ваш опыт, очевидно Вы с сотнями людьми беседуете И вас это утомляет Я понимаю Но Я даже не знаю Как сформулироваться сразу на ходу Но вы меня Как сектанта не рассматриваете Потому как я В общем Хотя я находился в баптизме Долгое время Около 30 лет Я как-то не был Чужой среди своих Это первое Я не сектант Это первое Что я хочу отметить Я не хожу туда уже Больше полгода Баптизм И когда даже я ходил Я все равно внутренне уже Был не с ними, может быть Но И спрошу прощения Я получается Рассказывал Свою биографию А мы так не договаривались Ну Я так или иначе На протяжении 20 лет Как-то исследую Православие для себя И это находит подклик В моей глубинной сути Как-то Вы знаете И я Как получается Сталкиваюсь Какой-то барьером С такими противоречиями Я в очередной раз Откатываюсь назад Но уже не в баптизме Потому что вышел из баптизма И поэтому Я как бы В каком-то смысле Уже не религиозный Не в том смысле Что я разочаровался Во Христе Он нашел меня И исцелил мою душу Избавил от самоубийства Когда я после армии После Афгана Для меня была пустота В душе Знаете Я молился дома Господи Наставь меня на путь истинный Ну Содора Михайловича Достоевского Чего я запомнил Библию мне никто не давал Понимаете Говорят Сектанты Вот затаскивают Там к себе Обрабатывают У меня же было С точностью Наоборот совершенно Меня никто не затаскивал Да Я просто молился Богу Приходил в православный храм Потому что сам был крещеный Лет так в 13 Меня мама крестила И походу Знаете Так получалось Что я Мы когда пришли туда Мне как-то стыдно было Прибрежнее Было стыдно вообще верить в Бога А я как-то хотел верить в него И мама со священником поговорила Говорит Можно батюшка Он как-то Так отдельно его как-то Чтобы Ну люди там Это как-то Мальчишка так стыдится Он так закричал Там затопал ногами Что вы хотите Или веровать Или И мы там Руки в ноги И убежали оттуда Короче Это был первый мой Экспириенс Опыт мой был Да В постижении Православия Потом через годик Мы как-то Оправились И все-таки Пришли туда И он Меня крестил Батюшка Ну так крестил Не как у вас Погружение А так Кисточкой Помазал Как-то там Детали не помню Впрочем Ну и все на этом Дальше я опять был предоставлен Самому себе Вы говорите Вот часто Церковь Церковь Истинная церковь Я рассказывал про свой опыт Не более Я не какие-то Философские измышления И так я был Пущен Предоставлен Как это обычно Делалось Не знаю Может сейчас Православие изменилось И потом Таким образом Уже я пошел В армию Уже Был в Афгане Два года И я ждал подарка Когда приду На гражданку И мне будет ждать Подарок Прийти бы Думаю А когда пришло Подарка Нету В душе Зияющая пустота Депрессия И я молился Богу Одним словом Молился Богу Захаживал Православный храм Порой Но это Мне ничего не давало И молясь Богу Я пришел Так вот К баптистам Попал Прямо скажем Чудесным образом Но ни человека Я не встречал Я молился Богу Господи Если тебе угодно Приведи меня туда И я так туда попал В общем А потом Я уже конечно Я много могу Рассказывать Часами про это Но не надо Конечно Я понимаю Прошу прощения Но сама идея Такая Что К православию Так или иначе Мое сердце Наклонялось Периодически Потому что По баптизме Я Хотя я пережил Большой восторг И радость Я как-то так Но был чужой Я в общем-то Да Чужой среди своих И тут как бы Так вот Получилось В моей жизни И когда я прочитал Старца Силуана Мне батюшка Дал В Урбцовске Когда я жил И это произвело Впечатление На меня большое Но так или иначе Много Неразрешимых Вопросов Да Я когда слушаю Это что-то более глубинное Более такое Серьезное Да Это путь Позвиженчества Чего в баптизме Практически нет Вот именно Ну так Баптизм Это как Ну начатки Учения Вот По кассе Вот ходи на собрание Теперь про церковь Вот теперь я начинаю Задавать вопросы Как бы ряд вопросов Вы говорите Церковь Церковь Да Это прекрасно И Писание говорит Что церковь Есть стоп Утверждения истины Почему я вышел С баптизма Потому что Написано вот так Вот там есть Такой акцент Что не оставляйте Собрание вашего Это в Библии В общем написано Вот надо ходить На собрание Да Вот дай аминь Так Библия говорит Надо ходить На собрание Молитвенное Но на собрании Должно быть Должно быть Братолюбие Там Любовь И Болен один член Больны все члены Значит Это как тело Да Тело Христа И вот А мы члены И тут Нету безразличия Я на своем Как бы опыте Переживал все С точностью Наоборот Со мной Всегда Никто не хотел Общаться особо У меня были Такие странные Идеи Знаете Я допустим Мог позволить себе Такие Общебынятые Правила Устои Маленько Ну как бы Не то что сомневаться А я предлагал Для размышления Просто Вот не все же ученики Такая вот Из таких Нетипичных Высказываний Чем я отталкиваю Вызываю Вызываю Всегда раздражение То можно Можно ли Упражнение Упражнять Ну что плоды Неуморимая Неуморимая Так Которые Которые Творили безобразие Вы сами Где-то Стоите На таких Позициях Как мне Показалось Честно Что Ничего не слышно Все Замерло Ничего не слышно Не слышно Ни слова Не слышно Что-то Замерло Все И стояло Долго На одном месте Не слышно Ни звука Ничего нет А сейчас как Сейчас слышно Что у меня В течение двух минут Пока говорили Повторите Тут не было Ни одного Слова Слышно А ну Для меня Видите Сейчас Слышите меня Да Слышу Поэтому Я Я не принадлежу К сейчас Какой-то религии Поэтому Меня можете Воспринимать Как грешника Мытаря Если вам Так угодно Пытающегося Просто честно Разобраться Просто Я претендую Опять же Претендую Само слово Подозрительное На честного Человека Честного Исследователя Или даже Можно назвать Вам более так Приемлемым будет Честного Грешника Есть грешники Не честные А я как бы Пытаешь быть Честным Грешником То есть Как бы Называть вещи Своими имами Посмотреть Как человек Верит Если он Не просто Что он говорит О правильных вещах Я сам Кого угодно Заговорю Знаете По правильному Так скажем А как он говорит Или он Так вот С каким-то Опломбом Это говорит С какой-то Разгоряченностью В крови Как святые говорили Показатель Что в прелести Человек находится И так далее То есть И для меня Вот эти плоды Церкви Я вот по этим Параметрам Пытаюсь разобраться Хорошо Истинная церковь А какие плоды О, говорит Баптисты Они такие Ищики А я не баптист Опять повторяю На фигню Там не пьют Не курят Там у них Тише глаз И бать Это их Сатана Обманул И они Как бы И так Уже В его лапах А мы Истинные православия В чем выражается Истинное православие Пьют Курят Закуривая Баптизм И даже Уже Исключали Я вот Как-то раньше Матерился Маленько До баптизма Когда за 30 лет Я ни разу Не сматерился Бог Мой свидетель Сейчас Ну и вообще Баптисты Я ни разу Не видел Чтобы кто-то Сматерился Один раз Понимаете Я не баптист Я не отстаивал Баптистскую религию Сейчас Потому что В православии Для меня Отклик Находишь Пусть подвижничество Путь святых Путь вот именно Этого богатейшего Наследия Ну я маленько Почитывал Так знаете И думаю Впредь буду Читать еще что-то Смирение Сокрушение Плач в молитве Это мне Очень близко Моей сути Так скажет Но по плодам Узнаете Истинную церковь Опять же Я смотрю И на эти плоды Ну иди Удаюсь Знаете Если не сказать Больше И в этом Не сложно Разобраться Я бы мог еще Говорить Но я прошу прощения Я бы хотел Вас послушать Вот Ну в таком Как бы Пока Разрезе Прошу прощения За многословие Знаете Баттизм тоже много Научился Многословие А в православии Упощряется Молчание Правда Есть такое Мне тоже это нравится Кстати Поучиться надо Мы когда Где по одному Услышать О том А была инквизиция А православные Курят Пьют Что мне до этого Меня об этом Бог не спросит А ты Знал как надо Я отвечу Только за себя Всем нам Надлежит Представить Присудилище Христову Чтобы получить Соответственно Тому Что делать Живя в теле Доброе Или худое Вот 5-10 Второе Коринфян Прямо указывает На это Я заняться Должен Шлифовать Свою душу Постом Молитвой Милостой Невоздержанием Плоды духа Известны И поэтому Смотреть на кого-то Я ни одну минуту Никогда не смотрел По одному Другому факту Нельзя решать Можно ошибиться Очень сильно Я один остался А Господь отвечает Семь тысяч Я соблюл Которые Не преклонили Колено перед валом Илия Пророк Величайший Из всех пророков Ошибся В семь тысяч Раз Он ни одного Больше не видел И поэтому Тут у нас По разному Мы смотрим И вот с этой позиции Я скажу Отвечать за тех Кто там матерится Курит Пьет Зачем мне Я не пью Не курю Не матерюсь Я ни одного слова Матерно Не сказал За 78 лет Это Я получил От родителей Это дело Я не знал Ни женщин Я только знал Учиться И учиться Всю жизнь Вот И поэтому Я отвечаю за слово Евангелие Когда Евангелие В руки дали Я все остальное Слезал пачками Я на семи языках В это время Занимался Я бросил все В подвал Мне нужен Христос И вот здесь Дал мне Господь Духа своего Смириться Перед этим Я объяснял вам Что церковь Где нет рукоположения Это не церковь Это выдумка Человеческая Какая церковь Сами собрались Ну если у аптисов Нету Ни инквизиции Ничего На этом и заглохло Нет Дальше идут Адвентисты Седьмого дня Ну у них уже Нет ничего Того что у православных Не остановились Дальше идут Двадцать одна тысяча Названий сегодня считают Тысяча У всех Библии Все по своему Вот тебе результат Отошли Что они получили Уже Библия Библия то у них В руках одна А толкование то разное По толкованию Каждый другого Только судит Мне это не дано Я принял то Что есть в церкви Стал Вникать Как толковали И сравнивать Со священным писанием Семь вселенских Девять поместных соборов Перевел на русский язык Дальше составляя симфонию И занимаюсь А баптисты Они один из таких Из Библии выбросили А от них и все У них шестьдесят шесть У нас семьдесят семь Даже цифры-то говорят Как-то прям Настораживающее Вот поэтому У меня блужданий Никаких не было Я с первого дня Принял как уверовал И сразу Меня Господь послал Путь древний Исследовать Иеремия Шесть шестнадцать Все И позади уже Пятьдесят пять лет Вот Господь Мне дал Понять Самое главное Что Познать Что я ничего не знаю Что у меня ничего нет Я смиренно Наклонил голову Сел и говорю Слушай Говори Господи Слушай Это раб твой И вот я это только Могу и сказать Не надо это искать Вы ничего не найдете Идите в церковь Христову православную И отличается сектант И чем По трем признакам Первый Иконы Идолы Не сделали Никакого изображения Хотя Христос Приходил в храм Полное изображение Иконы В храме Иконы были А Христос Говорит Мой дом Это докажу я В течение пяти минут 41-17 Из-за Кииля Записывайте Это храм В который пришел Господь Пророк Агей Вот это я принял И у сектантов Еще что Нет никакого Понятия о церкви Никакого Небольшого Никакого Вообще Собрались двое Или трое Там и Господь Все хоть в лесу Хоть где Ну и третье Тысячелетнее царство У них на земле То есть Это совершенно Антихристов вопрос Царство Христово Тысячелетие Началось на Голгофе Сейчас оно идет Ты это принимаешь Или нет Вот три пункта Только прими И ты уже не сектант Прими рукоположение Что было От апостольских С времен Мы не зовем Православие Идите к католикам Не нравится Григоран и Армянам Коптам Сирийцам Но примите Примите Если не примите Вы вне церкви А вне церкви Нет спасения Это корабль 3.19 Первое послание Петра Вот об этом И говорится Мы верим Так как верили Апостолы Святые отцы Поэтому и говорит 12.28 Первое Коринфян Что одних Послал апостолам Пророками В третьих Учителями А у этих Тантов нет Учителей Они их отвергли А теперь ставят Своих там Которые никогда Учителями не были Во что кто Гораст Он уже считается За учителя Нет Я не учитель У нас Из данной книги Блаженный Афифилахт Он толкует Полностью Весь новый завет Кроме откровения Откровения Андрея Кисаренко Подокийского Сейчас вот у нас Трехтомник Я его сам издал Впервые за 2000 лет В одном Трехтомнике По 752 странице Все толкование Всего нового завета По всем святым отцам Это Геннадий Фаст Он минонит Немец В моем доме обратился Преподаватель Томского университета Теперь он Доктор богословия Православия Вот Вы ему уже не скажете Он вина даже запаха не знает Он честный Искренний В минонитской семье Родился Немец Генрих Генрихович Фаст Ну вот мы с ним встретились Одна встреча Беседа закончилась Кажется В пол пятого утра Все Он встал и понял Все остальное Заблуждение Принял крещение Ну и все остальное Дальше уже пошло Я его не убеждал Просто он стал Задавать вопросы Я говорю Задавайте любой вопрос Ну давай О десяти девах Ну Я говорю Вы сначала Объясните как Он объяснил Теперь он это пишет Игнатий ответил Ложь Как так Мы все время проповедуем О крещении Начало В конце отвечаю Ложь А как надо Я ему стал объяснять И он говорит Понял У сектантов У них от ума А здесь от Духа Святого Вот это я сразу понял И понял Что мне надо Немедленно выходить оттуда И он сейчас В Абакане служит Вы зарядите просто Геннадий Фаст А рождение свыше Геннадий Фаст В интернете зарядите Геннадий Фаст Буква Ф Федор Андрей Сергей Тимофей Вы найдете там все Он в моем доме Обратил Господь его А через него уже сколько пришло немцев Лютеран стали православными Там племянник стал священником У него там второй племянник Он в Томске Служит тоже там Михаил Фаст Это лучшие священники Никакого Дела за ними не числится Которое вы перечисляли Это православная матерация И в пастме их ни одного такого нету Нету Поэтому вы встретились с теми людьми Которые Бога не знают Бога по-настоящему знать Человек может только в церкви Толкование святых отцов Вот ответ Как говорил Лютер Зоштей Он камни Сандерс Я стою на всем И иначе не могу Не могу Это истина А мне истина дается один раз Во Христе Я ее испытал Не в одной беседе А, наверное, в тысячах бесед С кафедрой Во всех центральных городах России Баптисты давали слово Но когда начался отток оттуда Отток Везде запретили Написали Мне не давать слово А было так, что В одном городе только Я в восемь шестов В один день проповедовал И там в дагестанском В грузинском Там какие были Нащищенцы Вот Ну просто так Господь делал Двери открыты Везде были И поэтому Если в одном месте закрыты В другом открыты Я могу сказать вам Что Вот сейчас Мы только закончим Я скину вам Здесь же Внизу Наши ресурсы Что есть Смотрите Здесь все сказано Будет желание Прийти Ну Наши условия Вам скинул Какие Правила Какие сегодня Тут ничего особенного нету Мы строим Православную деревню Православную Она единственная В России Такая Община наша Единственная Притом единственная Не просто А может быть За 2000 лет У нас правила Необычные Запрещено К себе звать Запрещено А как тогда так Никак Человек узнает Попросится Один раз Разрешим прийти Не понравится Значит А если Я хочу быть с вами Тогда мы Должны узнать Как он работает Где был Какие данные Он сам поможет Нам в этом Мы Все отвергли Что К земле тянет Ты принимаешь Или не принимаешь Полное Абсолютное Верование В то Что Бог сказал Люби Бога Всем умом Всей крепостью Всей душой Всем разумением И ближнего Как самого себя И люди Когда видят Ну так нельзя жить Вот Самое бедное Я услышал о десятине Конкретно Просто сказать Десятину платить У меня в мыслях не было Я Вот первый же день Решил Я буду платить Девять десятин Из ста заработанных Девять отдавать На дело Божие И 55 лет так прожил Поэтому всегда Две-три работы имею У меня Нельзя было остановить Неукротимый В этом деле был Господь дал силы Это невозможно У меня выработка На работе Я печник Бетонщик Там что Двести восемьдесят Триста процентов Была всегда Это Бог делает Это невозможно Возможно Я сон сокращал До двух с половиной часов В сутки И поэтому Так много Бог позволил сделать Сделать Распространять Услышать Где какая нужда Это Господь делает Это не мое Это благодать Моего тут ничего нет Совершенно За девять лет Тут 38 томов вышло 38 книги Только в стихах 3467 Я недавно посчитал Там 10 поэтов Там Некрасов Пушкин Лермонтов Все вместе взятые Почти в два раза меньше Одно стихотворение Это на каждой строчке И местописание Откуда взято Это Бог делает Я могу ответить То что испытал Вот один заходит Тут Он сегодня был На занятиях У него все Отчаяние Уныние Я не могу тебе помочь Не могу Потому что я не знаю этого У меня опыта нет У меня всегда Торжествующее Радостное шествие Меня в тюрьму Посадили раз Другой Я иду 26 лет Меня психиатрия только давила 5 тюрем позади Лагерь смерти Ни за что ставлю Это любовь Божия Любовь Он меня любит В стране Мне Бог позволил Первому Опубликовать Насчитать На 11 катушек Архипелагу Лаг Первому Наполнить страну У меня есть на что было судить Людям открыть глаза Понимаете Это все в человеке Если за тебя молят Вот Тут один человек На пакости делал Ну и ничего нельзя было сделать Два дня назад я объявил Давайте молиться Чтобы христовки его Господь Из этого места Но Судный день Не помянул его безумие И сегодня он выкинул белый плак Продаю все И уезжаю А третий день только пошел У нас опыт Вот Конкретно Четко и ясно Поэтому Вас как вылечать? Василий Василий Васильевич? Нет Василий Викторович Можно просто Василий Ну как-то неудобно Вам сколько лет? Мне 58 сейчас 58 Ну как же Вы в возрасте Ну смотрите Если я назову Василия Чтобы не было претензий Нормально Нормально Вот все Больше я ничего не могу сказать Кроме Любви к Богу Тут один богослов На меня сильно навалился Я говорю Вы почему не любите народ-то? Вы искажаете все? И он мне написал Да тут вы правы Мы не любим народ Вот и весь ответ А ты услышал Никогда не думай Что ты останешься Ненакормленный У меня ни одного дня не было Но если я говорю О чем Вообразите Вот вы заработали Тысячу И девятьсот Отдавать И день И два Это пятьдесят пять лет Это невозможно Возможно Еще раз говорю Вот у нас был Человек один Ну он был Нашего круга А потом уехал на Север И мы потеряли След его Он появляется Через пять лет А работал на Золотых приисках На американском Бульдокере Большие деньги Я говорю Он пришел и к нам Я хочу с вами опять быть Я говорю Нет Так не пойдет Ты платил десятину? Нет Давай сядь Подсчитай Сколько будет? Он когда подсчитал Цифра огромная У него деньги есть Но привез-то он поменьше Я говорю Ты согласен это отдать? Конечно Я говорю Все Сейчас снимай деньги Отдай А куда? Я говорю Тебе не надо знать куда Мы пойдем сейчас к баптистам К отделенным Я с ними участвовал И узнаем Где Они знают Куда где Библии Новые заветы Издают И ты там Пресвитеры Хотя для нас Он не пресвитер Ты отдашь Меня люди не понимают Только пошел к баптистам Такие деньги А они на дело Божие шли Для меня здесь баптиста не было Здесь хлеб жаждущим Он пошел Все отдал И мы его приняли Трежный подход Трежный подход Трежный подход Вы акуловы знаете Конечно Конечно Когда они приехали в Латвию Мы были в Венспасе Отец у них Прокопий Вот Хорошо я его знаю И ребята Всех знаю Вот сейчас Один мне звонит Иногда из Америки Михаил Да они тут В Славгородском районе Тут были Обижали Переехали Мы не согласны Что выезжают в Америку 13 глава 14 стих Исаия говорит Каждый побежит Своему народу А не от своего народа Вы все не так делаете А теперь там разложились Самые сильные были люди Которые здесь Баптисты Там в ничто превратились И красятся И девки в штанах И говорить даже не надо Мерзость одна Я просто спрошу Зачем бороду бреете Если вы ищете правду Уничтожьте сегодня Бритвенный прибор Посмотрите на иконы Посмотрите на изображение Еще Сто лет назад Баптисты Все были с бородами Даже молодежь Видишь в журнале Баптист Вы меня спрашиваете Почему я брею? Да, конечно Так вы не видите Я с бородой Да это не борода Это щетинка маленькая А Написано И постригай края бороды Левитом прямо написано У нас никого нету таких И такие в армию идут Нам не разрешено это Занимают должности важные Представьте Следователь По особо важным Государственным преступлениям Кровая прокуратура И с бородой Это я ношу С 25 лет уже Как ношу А когда в последний раз Брились или постригали? Я же говорю 25 лет мне было Я отпустил Так и хожу Вот такая она у вас и есть? Не, ну маленькая А, вот это я Не трожьте Докти стригем Ни одной волосинки Не трожьте Нет, нет, нет Не пойдет Христос не брелся И не стриг И апостола не стриг Это я сто процентов Жан Все Вот с маленького Шагите У вас Уже длина Уже Вы вовнутрь себя смотрите Вот я вам сказал А вы не приняли А вот зачем за другими смотреть? Дальше Сейчас идет Великий пост С сегодняшнего дня До Пасхи Ничего И мясного Молочного Яйца Чтобы у вас не было на столе Вот тогда видно Не соблазняйте Вы православный человек Считаетесь Знали это дело И живете среди православных Павел говорит Не буду есть Мясо Пить вина Чтобы не подать соблазн Это большой соблазн Вот вам тогда на душе Будет радостно Начало положено Вот с сегодняшнего вечера Начните прямо Вторгаться в себя Внутрь Это мне не надо Это я не позволю себе больше Никогда Судить никого не буду У православных Столько подвижников Живых и мертвых Это надо только увидеть А сектанты не имеют Бритые, сытые Ни поста Ни молитвы Ни креста Такие же И они ничем не отличаются От мирских-то А я не пью, ни хулю Ну прям космонавты Я говорю Ну я насчет бороды Я сто процентов согласен Пусть она у меня и короткая Но это Божье установление Мужчина должен походить На мужчину На женщину Это я сто процентов Я 25 лет не был А да Насчет галстука тоже Я почему-то Всегда у меня было Оторжение галстуку У нас в баптизме ходят А я никогда не ходил Ну правда на свадьбу Дочери Ну ради уважения уже На такую жертву И то я его снимал Ходил Потом одену Снимал Одену Потом Так мне тяжело было Вот галстук Снимите галстук И вы Застегнитесь По верхнюю пуговицу Растегнута Это устав масонов Сделал галстук Растегнись обязательно В пиджаках Последняя нижняя пуговица У них должна быть Растегнута Это устав масонов Бесовщина Это не просто так А тогда разницы нет Там что крест Что звезда Пятиконечная Один раз Я слышал акцент Вот на сердце Чтобы никого не судить Чтобы быть От сердца Это все исходит Это обман Обман Еретиков Сердце Да ты говоришь Брейшнов Сердце тебе позволяет Это Какое сердце то Оно глубокие воды Его не вычерпаешь Это разговор один только У тебя что то больше Духовного Чем у Яна Кронштадтского Серафима Саровского Да нет конечно Ты их биографию прочитай Для меня более важные вопросы Как бы сказать Более какие Практические Ну насчет бороды Еще и это сделаем Если Бог позволит Была бы голова Как говорят Василий Малым верен был Больше Бог доверит А не так Это мало Я пренебрегаю Не нельзя так Все важно Мне как бы решить Вот такие вопросы Как бы актуальные для меня Ну да Вы сказали Можно по всякому Трактовать Допустим Говорите Что на людей Не смотри Вот есть церковь истинная Я читаю Что по плодам Узнаете их Кстати Баптизмы тоже Любят такие места Но это опять же Мне кажется Не честно Не по Евангелию Как написано По этим критериям Получается Учение Правильное учение Должно существовать Правильное учение При неправильной жизни Тоже как бы Не состыковывается Маленечко Не маленечко А по крупному Я и пытаюсь Вот нащупать Вот этот Как бы баланс Что ли Или как это Выразить Своих исследований У вас зрение Неправильное Зрение Неправильное Еще раз говорю Вы о всех не знаете И вы об одном человеке Обо мне можете сказать А то о церкви Церковь по плодам Церковь по плодам Не определишь Потому что в церкви Есть и праведники И грешники Которые уже За пределами церкви А вы из этого Выйдите в состояние Господь вам позволил Сегодня услышать Все Я принимаю Вот с малого Начните Сегодня бритву Я уничтожаю Пост начинаю делать Уже сдвинулись Да это не важно А вот если Я не закончил Вопрос отвечаю Вот скажите Есть хлеб пресный Пресный И за который С закваской Большая ли это разница Да это Смерть Кто вкусит Закваски С закваской Да будет убить Это что Это божий закон Да никак по другому Никак А почему по другому Тебе не надо рассуждать Бог усыновил это Дни опресников И предан смерти Но ребенок маленький Ничего не понимает Баптисты Говорят Вы крестите А это прообраз Завет с Богом Да Восьмой день Не обрезан Истребится душа из народа Истребится Убьется Зачем нам решать За Бога Бог установил Важность этого И мы должны Это сделать Поэтому церковь Православная Крестит младенца В восьмидневном возрасте Потому что Это обрезание Прообразовало крещение Это тень будущих благ На корабле Ребенок будет А церковь Это корабль Так у нас Это сегодня Все Давайте Расстанемся У нас уже Время идет к молитве А насчет Опресников Вы имели ввиду Что Последний вопрос Опресники Опресники Пресный хлеб Пасхальный И он Под смертным Приговором был Если кто Квасной В опресники В опресночные дни Съезда Будет предан смерти Вот для чего Не сегодня А закон Божий Сегодня не имеет Это значение Оно меня смущало Что в аптистах Преломление С дрожжевым хлебом Делают И православные С дрожжевым делают Это может Не совсем Правильно Не совсем Неправильно Даже Но суть остается У православных Хлеб превращается в тело А у баптистов Хлеб остается хлебом У них нету Пресуществления Нет священника И поэтому Таинства нету И они во грехах Живут Они еретики Самые настоящие Полновесные Так Василий На сегодня пока Давайте просим Я вам кое что скину Сейчас внизу А когда у вас будет желание Вы только сначала Напишите мне Свободен я или нет Спасибо Мы хорошо с вами поговорили Хорошо расстались Через неделю Или дней 10 Этот ролик Будет стоять в интернете Я сам не ставлю Это модератор У нас Большой коллектив Потому что у нас 9900 роликов только С Богом Храни вас Господь Всего доброго Перекрестите Чтобы видно было Что вы не антихрист еще С Богом Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...